У нас сегодня в гостях Анастасия Слесарева, генеральный директор Краевого центра гражданских инициатив и Наталья Сычева, директор автономной некоммерческой организации «Позитивный дом». Но, разумеется, мы прекрасных женщин позвали не для того, чтобы абсурдовать электросамокаты, поговорить про то, как найти деньги на благородное дело, да? Но все-таки вы же тоже ходите по городу. На ваш взгляд, запретить или воспитывать? Воспитывать. А вы? А вы как считаете? Скорее воспитывать, но я ощущаю себя максимально напряженной. Мне страшно, когда со мной проносятся водители самокатов, если их так назвать сейчас можно. То есть проще все-таки запретить? Не хотелось бы, потому что это быстро, это не автомобиль, это все-таки электротранспорт. Но или выделенная полоса, или что-то для этого надо инфраструктурно придумать. Ну, самые первые результаты, то, что абсолютное большинство за то, чтобы запретить. Ну да, и голосов все больше и больше становится. Почему, собственно, решили сегодня поговорить про НКО? Потому что стартовал уже краевой конкурс грантов. Это как раз деньги. Мы вчера говорили, где найти деньги на благородное дело. Их же в том числе дает государство. Просто надо принять участие. Ну и кроме того, уже стартовал муниципальный этап гражданского форума в Хабаровске. Но давайте начнем с Натальи. Расскажите, чем занимается ваше НКО и как вы его организовали? Мы помогаем семьям с детьми ОВЗ и приемным семьям. ОВЗ это что? Особенности в развитии здоровья. Организовали, встретились три приемные мамы в одном месте, в один час, которые видели проблему, не нашли решения где-то в другом месте. Идейный очень. И родился проект. Слушайте, ну все равно, чтобы организовать автономную некоммерческую организацию, я понимаю, что идейность это одно, это, конечно, более чем достаточно, но все-таки хотелось бы чего-то большего. Почему именно вот как раз-таки некоммерческая организация? Потому что мы на тот момент знали, как написать проект Грант. Мы шли именно с той проблемой, которую хотели решить. В тот момент, это 6 лет тому назад, мы хотели решить вопрос поддержки приемным семьям, потому что еще тогда было недостаточно. Сейчас уже другой уровень, конечно. Анастасия, ну вот типичный, наверное, пример. Вот человек занимается прежде всего тем делом, которое его лично коснулось, да? Да, действительно, многие регистрируют некоммерческие организации, исходя из личной жизненной ситуации или тех, кто находится рядом. Это очень частый и понятный пример, почему люди регистрируют НКО. А вот чем у нас НКО занимаются как раз-таки в Крае? Ну, НКО у нас, да, разных профилей в Крае работает, как и в других регионах. Это и организации, которые занимаются спортивным развитием разных поколений, да, в том числе старшего. Сегодня есть и такие проекты, кто долголетием занимается, да. Сегодня есть множество культурно-творческих проектов. Всем известный пример музея мир говорящих машин, музей звукозаписи, да, делают уникальные... Проекты в сфере, там, выпуска новых альбомов в дальневосточной музыке. А это тоже НКО? Это тоже НКО, это общественная организация. Даже не знаю. Да, только другой формы, да, вот у Натальи автономная некоммерческая, здесь общественная, то есть просто разные формы. И множество других. Вы знаете, у меня просьба, для того, чтобы вы успели записать все контакты, мы там заготовили несколько титров, давайте их давать в течение программы. В том числе там будет адрес, по которому можно подать заявку на грантовый конкурс, сейчас о нем поговорит. Будет сайт гражданского форума, который стартует. Ну и, разумеется, дадим контакты НКО «Позитивный дом». Да. Кстати, вам какая помощь требуется? Финансовая, но вообще, вот, уже гранты, ну, считаю, что на достойном уровне научились писать, реализовывать, отчитываться. Очень нужно помещение. Ну, помещение понятно, а вот финансовое, вот, на что тратятся эти деньги, да, вот, просто хотелось бы узнать. Финансовое, я имею в виду, больше проектов, больше проектов для некоммерческих организаций. Не только краевые, не только президентские и не только культурные. Хотя есть еще, и спасибо фонду, краевому фонду гражданских инициатив, рассылочки приходят, где мы можем принять участие. Без этого бы, ну, вот, ну, очень выручаете, правда. Ну, теперь давайте расскажем про грантовый конкурс. Как он проходит, что требуется для того, чтобы подать заявку? Конкурс очень открытый. Мы старались сделать условия максимально лояльными. Конкурс проходит до 2 июля, то есть еще больше месяца на прием заявок. Они принимаются на цифровой платформе habares.granta.rf. И конкурс организован по формату федеральному, то есть максимально прозрачны все процедуры. Никаких бумаг, все подается в цифровой среде. И сегодня есть от нашего центра консультации на бесплатной основе, естественно, где мы поможем заполнить грантовую заявку. Заявители могут получить у нас до полутора миллионов рублей в зависимости от срока существования организации. То есть самые молодые до года у нас получают до 500 тысяч рублей. Существующие до трех лет, от года до трех лет, это миллион рублей. И те, кто уже имеет какой-то опыт, старше трех лет, стабильно существуют. Я правильно понимаю, существует какая-то автономная некоммерческая организация или общественная организация. Тут же нет разницы для подачи на грант. Вот есть какая-то идея, какой-то проект, и они тогда могут обращаться с этой идеей. Насколько тяжело описать тот проект, который есть? Потому что, ну да, я понимаю, что бумаг нет, теперь все в цифровом виде. Но с другой стороны, это что же в цифровом виде надо составить и составить правильно? Все верно. На это у нас уходит не менее двух недель, чтобы заполнить качественно заявку. То есть за два часа не получится. Мы сразу на это ориентируем всех своих заявителей, но и помогаем в процессе заполнения заявки. Обмениваемся файлами. То есть открытая бесплатная помощь всегда с нашей стороны будет. Но заполнить там за несколько часов не получится, потому как заявка будет некачественная, а эксперт посмотрит, каких-то полей в любом случае будет не хватать заполненных. Неполнота информации, она приводит к снижению баллов. То есть мы стремимся максимально, чтобы организация по всем критериям набрала. А давайте у Натальи спросим, насколько сложно действительно составлять заявки? Возможно, какие-то советы дадите начинающим НКОшникам? Да. Вот не две недели точно, как минимум за три месяца. Нужно начать готовить проект и описывать проблематику. Если это начинающие, и мы тоже обращались, идите сразу в фонд, посмотрите на сайте фонда президентских грантов, там видеоуроки по написанию есть. И сразу фонд в Краевой помогает. И мы тоже там были, мы там начинали очень благодарны. Я сказал, что больше всего не хватает помещений. Я подозреваю, что так же у всех НКО помещения. А государство не может выделять помещения? Либо только гранты? Такая практика есть. И действительно, многие пользуются муниципальными помещениями, федеральным имуществом. Но хотелось бы, конечно, больше такой поддержки, потому что действительно запрос на нее есть. На безвозмездной основе государство предоставляет. Но это все нужно, так сказать, мониторить, выявлять, и это большая работа. Мы сегодня стараемся к тому, чтобы прийти к какой-то базе, где НКО могут получать помещения на длительный срок, на несколько лет. Мы разрабатываем эту меру поддержки, надеюсь, мы к ней придем. Ну вот гражданский форум, который, собственно, уже стартовал, он в этом году два этапа. Первый муниципальный уже начался, а потом будет краевой в октябре. Он, собственно, для того и создан, чтобы НКО между собой могли поговорить, обменяться опытом, да? Ко мне вопрос. А, к обеим. Да, конечно, и этого, мне кажется, не хватает, потому что вот именно площадок для взаимодействия, где вот, допустим, наша организация реабилитация занимается, и еще такие бы организации по краю, какие новейшие технологии, ну, очень бы полезно было. Ну, вы знаете, мне интересен момент по поводу того, что сейчас еще до 2 июля, вы сказали, можно подавать как раз на гранты. Успеют ли вот этот момент? А второе, те уже, кто подались. Какие самые интересные, может быть, предложения исходят от некоммерческих организаций? Ну, у нас сегодня ведется заполнение 34 заявок, буквально перед выходом к вам посмотрела. Мы ожидаем более 100, потому как и денег больше в этом конкурсе, это более 60 миллионов, и Федеральный фонд, фонд президентских грантов софинансирует, да, этот конкурс. Поэтому суммы каждый год увеличиваются, мы ожидаем, соответственно, и больше участников здесь. Самые интересные, не могу выделить, все направления разные, но, вот, допустим, проекты в сфере патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, они у нас и в районах есть, да, не только в городе Хабаровске, где есть там и площадь славы, да, и такие крупные объекты исторические. Вот, есть у нас проекты, связанные с помощью, социальной помощью уязвимым категориям граждан, это и пожилые люди, проживающие в пансионатах, например, да, то есть такая сегодня помощь есть и в городе Комсомольске на Амуре, постепенно она в районах тоже получает вот развитие, то есть интересно, по разным направлениям спектр широкий, от культуры и спорта до экологии. А можно сразу конкретный вопрос? Мы вчера говорили с организаторами, общественной организации, помощи участникам СВО и семьям, на это тоже можно получать грант? Да, конечно, здесь тематики проектов почти не ограничены, там 17 направлений в конкурсе, и никакому из них не отдается приоритет, все идут, каждый в своей тематике, проверяют, оценивают эти проекты профильные эксперты со знанием непосредственно дела, каждый эксперт оценивает, точнее, каждый проект оценивается двумя экспертами, выводится средняя, то есть это не какая-то персональная там заинтересованность, это в принципе скучно. Вы знаете, что я подумал, да, получить деньги от государства пусть сложно, конечно, хорошо, но еще другой момент это отчитаться, да, в их правильном использовании. Вот Наталья, насколько реально, нет, то, что реально, это понятно, насколько легко отчитаться и насколько тяжело, да, вот там освоить деньги и так далее? Могу сказать, что шестой год я руководитель, вот сейчас, наверное, уже последние года два мы выработали свою систему для отчетности, у нас каждый специалист делает фотографии самостоятельно, ежемесячно, у нас есть Яндекс.Диск, каждый специалист знает свою папочку, то есть ежемесячно мы не накапливаем вот этот материал, ну там, если это президентский, полтора-два года, если это краевой проект полгода, то есть планомерно каждый специалист отвечает за свою работу и за свою отчетность, и потом мы садимся с администраторами и подбиваем весь этот материал. Наталья, ну, как вы считаете, все это не зря? Ну, вы же создали НКУ, наверное, не для того, чтобы дорабатывать деньги, а для того, чтобы помогать действительно семьям. Там и не заработаешь как раз на грантах. Тут как раз таки... Вы кому-то помогли? Ну, в президентском гранте за 23-й год мы помогли 250 семьям. Вот, это обширный был проект. Последние два краевых проекта, где мы подростков обучали трудовой деятельностью, у нас, и мы будем в этом направлении сейчас подаваться, то есть трудовые навыки получали подростки из наших категорий. Ну, а как, вы приходили в трудную семью, усмотрели какие-то проблемы и помогали решать эти проблемы? Нет, у нас уже есть в WhatsApp-е своя группа, где более 250 человек. Вот, Хабаровск, Хабаровский район, причем к нам уже ездят и из других районов. Вязем, Бикин, в общем, в этот раз... Ну, как раз сейчас и телефон, и электронный адрес есть позитивного дома. Там очень приличный сайт. Можете либо позвонить, либо туда зайти, там все понятно. И если вам требуется помощь, там все можно. Анастасия, а вообще какая сумма запланирована из краевого бюджета на поддержку таких вот сообществ в этом году? Из краевого бюджета это 40 миллионов рублей, и фонд президентских грантов порядка 25 миллионов сейчас софинансирует. То есть общий бюджет конкурса 65 миллионов. Ну, вот приличная очень сумма. Да, мы растем. В прошлом году это было почти 49 миллионов рублей, в общем. Поэтому с каждым годом сумма увеличивается и поддержка... Ну, сейчас я почитал, вы, кстати, 34 заявки готовятся, значит 65 миллионов, максимум полтора миллиона. Будут еще. Еще есть места, на самом деле, чем можно податься. Самое главное, давайте, что мы еще должны проанонсировать, чтобы все участники НКО узнали, что будет в этом? Да, если мы сегодня говорим про благотворительность, то в Крае ведется комитетом по внутренней политике правительства конкурс «Благотворитель года». Мы его стартовали первый, да, такой, на гражданском форуме на Краевом прошлого года. Были награждены первые пять победителей в разных номинациях. Те люди и организации, представители организаций, которые на регулярной основе ведут благотворительную деятельность и готовы делать это официально, прозрачно. Вот знаком отличия были награждены. Собственно, повторяем эту инициативу в этом году. И хочу проанонсировать, что прием заявок уже идет. Он продлится до 18 июня. То есть вся информация размещена на сайте Комитета по внутренней политике правительства края подробностей, как заполнить документы. И телефон 30-09-49. Анастасия, вот простите, нам не жалко эфирного времени. Я просто боюсь, что мы завалили зрителя информацию. Я предлагаю про это отдельно потом поговорить, потому что есть электронные адреса телефона, есть пределы зрительского внимания. Поэтому предлагаю про благотворителей года потом отдельно поговорить. А пока спасибо, что пришли. У нас в гостях была Анастасия Слесарева, генеральный директор Краевого центра гражданских инициатив, и Наталья Сычева, директор автономной некомической организации «Позитивный дом».